самолет очень легкий и может быть транспортирован до выкачан одной персоной но правда очень сильный очень мощный образ на свежий сижок снежок хаски я тут грешным делом без меня попутал ну что я могу оправдать себя я скучал дома и как бы у меня был доступе только виртуальные полеты поэтому я записал видео для виртуальщиков ну да а то смотрите ежели вы тут один будете на аэродроме вам же будет скучно вам и сейчас я вижу очень скучно недюжей ловкостью надо обладать чтобы залезть переднюю кабину хаски есть от винта и Субтитры сделал DimaTorzok Ты как человек опытный, как пилот на Cessna 172 прежде всего, да? Ну, ты дальше уже более 200 часов. И сегодня как раз тот момент, когда интересно дать тебе попробовать самолет с хвостовой опорой. Ну, особенности, ты же, наверное, кучу книжек прочитал, даже не наверное, я уверен, ты кучу книжек прочитал и примерно знаешь, что ждать. Слушай, я знаю, что, значит, единственное, ничего в нем не видно. То есть рулить надо сбег и смотреть как-то. Смотри, вот этот, вот конкретно этот аэроплан, он дает, ну, немножко, ну, облегченная версия Тейлдрагера, да? Почему облегченная? Во-первых, ты сидишь не в задней кабине, а в передней кабине. То есть когда ты летаешь один, ты летаешь из передней кабины. То есть, например, на Пайперкап ты сидишь во второй кабине. Вот, в этом есть плюсы и минусы, мы к этому вернемся. И сидишь ты здесь достаточно высоко, то есть обзор практически, ну, ничего не загораживает, проблем абсолютно никаких. То есть самое главное, что нужно помнить и в чем сложность для пилота, который летал всегда на самолете с передней, с носовой опорой, да? Это то, что у тебя центр тяжести теперь начинает, теперь находится у самолета за основными колесами, да? Что, то есть, любое дестабилизирующее действие приводит к тому, что, скажем, из-за кочки или из-за твоего неправильного управления у тебя притормозило слевое или правое колесо, да? То есть мы представим, здесь центр тяжести у нас, здесь у нас колеса, да? И вот эта вот линия сворота. Да, самолет, естественно, по инерции, да, центр тяжести пытается продолжить этот разворот. Вот, особенность этого самолета, как я сказал уже, это лайтовая версия трейлдрэнгера, во-первых, тебе все видно, да? Во-вторых, у тебя колесо хвостовое, оно не то, чтобы неуправляемое совсем, да? Оно у тебя имеет управление через пружины, да? То есть, например, как на Як-55, то есть, если ты хочешь развернуть, ну, правда, у того ограничения, ну, скажем так, то есть, если ты искусственно, используя дифференциальное торможение, да, позволишь колесу развернуться, ты можешь его развернуть и на все, там, ну, на 180 градусов в одну и в другую сторону. Ну, суть такой, это очень удобно, когда его выкатывать, закатывать. Из положительных моментов, легкие отклонения, скажем, ты рулишь, да, тебе не нужно все время надавливать на тормоза, греть их и все такое, ты, используя так же, как на Cessna, через тросики управления, ты используешь... А, да, здесь не самоориентирующееся. А, оно самоориентирующееся, потому что вилка выполнена, видишь, как, да? А, ну да. Смещена ось, да? Относительно оси вращения. То есть оно самоориентирующееся, но у него есть пружины, которые завязаны с рулем направлением. То есть на определенных, на определенных этапах это очень помогает. С другой стороны, циркуль все равно возможен, потому что, когда возникает большая центробежная сила, и центр тяжести самолета пытается развернуться вокруг одного из колес, он превозмогает усилие пружины с легкостью, и кольцо может развернуться больше, чем оно может повернуться пружиной. Ну, ты понимаешь, это не, это в то же время не фиксатор хвостового колеса, который решает практически все проблемы. Поэтому наша основная проблема, с которой ставкиваются люди, когда пересаживаются с носовой опоры на хвостовую, это руление, да, но здесь она решена за счет того, что управляется через пружины. Это, прежде всего, вялость, так сказать, не сочтите за грубость вялость членов, а именно ног. Да, потому что, потому что, когда ты, ну, у тебя соразмерные, соразмерные плавные движения ногами на разбеге, то соразмерно даешь на правую ногу, а здесь немножко энергичнее приходится ими работать. Здесь нужно противообводы давать, везет там, где, когда ты даешь, скажем, правую ногу, и для самолета начинает разворачиваться вправо, если ты поставишь педаль в нейтраль, самолет разворот продовывает, потому что, чтобы убернуть его, нужно дать противообвод. В общем, здесь происходит все так быстро, если ты будешь отдумать, это противообвод или довод, то есть твоя задача шерудить ногами. Еще расскажу, что на этом самолете, поскольку у него скорость отрыва достаточно низкая и посадочная скорость достаточно низкая, вот это все происходит, ну, скоротечная, и ты не успеваешь обычно напугаться. То есть, в отличие, если ты пересажешься на самолет, скажем, пицц, или, ну, пицц еще нет, самый вот такой вот тяжелоуправляемый с хвостовой, с хвостовой, нет, тексан очень даже вообще. Вот на удивление тексан мне показался просто, просто лапочкой. То есть, это как Як-52, только с хвостовой опорой. То есть, он такой, чтобы курсанты научились летать, пожалуйста, беги себе, не ш... Ну, то есть, очень все нормально работает. Это вот так, как должен выглядеть самолет, который как тренер, да, то есть, он же и есть тренер. Вот, на Кристин Игл. Кристин Игл, у нее немножко другое расположение, центр масс и более хлипкие, скажем, стойки. И слабая тормозная система, что затрудняет его, ну, в общем, удержание на полосе в случае каких-то несанкционированных, так скажем, разворотов. Вот здесь все лайтово. На данном аэроплане, как мне видится, то есть, мы можем с тобой попробовать разные виды посадки, даже ради интереса это попробуем. Но, как мне видится, чтобы минимально себе заработать проблем на пробеге и сделать пробег самолета как можно короче, мы будем выполнять посадку на три точки. То есть, понятно, что посадочное положение у самолета с хвостовой опорой определяется его стояночным углом. То есть, его посадочный угол определяется стояночным. То есть, мы, конечно, можем его посадить на хвост, тогда у нас будет хвостовой удар, и мы, скорее всего, поломаем основные стойки. Но, забегая вперед, тяжело этот самолет посадить на хвостовую опору. Почему? Значит, другая особенность этого самолета – это малые скорости полета. Скажем так, вот мы заходим, там, вот полоса, ты выдерживаешь направление, ветра практически никакого нет. Мы с тобой спокойно заходим, ты снижаешься по плесаде. И я говорю, давай постараемся сесть на три точки. И вот тут есть нюанс. Если мы просто уберем газ, особенно это характерно выражено, когда ты летаешь один, и центровка более передняя. Мы полетим вдовем, будет немножко полегче. То есть, ты убираешь газ, самолет еще не начал парашютировать, у тебя еще даже не запищал датчик срыва, но он уже идет на… Ну, как бы так сказать, близок к парашютированию. То есть, он так снижается с вертикальной, с малой поступательной, а ручка у тебя уже у пупа, и тебе ее добирать больше некуда. То есть, а ты понимаешь, что у тебя угол еще не является стояночным или посадочным. Тебе хочется добрать еще. И проблема эта заключается в том, что у тебя на той скорости, которой может самолет еще лететь и не срываться, у тебя все еще, у тебя уже недостаточно эффективности руля высоты, чтобы каким-то образом еще придавить хвост ниже, да? Ну, что это делать? И тогда можно так вот… Вот это, знаешь, такая проблема перфекциониста. Вот меня это очень всегда бадрит, эта проблема, знаешь, морочит меня. То есть, если я летаю один, и я хочу приземлить его, притереть на три точки, это всегда очень такой прям ювелирный процесс. Перед самим касанием нужно дать слегка газ, но ровно настолько, чтобы он не успел разогнаться и не сошел с углов. Ну, хватило вот этого отброса. А, чтоб вдув рулей. Вот ты вот так газанул, да, у тебя бросился воздух на руль высоты, ты на себя взял, у тебя хвост, и в этот момент ты коснулся. Вот это идеально, да? 20.72 за 8.56 занимая исполнительный. Значит, занимаем исполнительный, самолет освободил. Видно, что у нас тут на полосе такие колдыбины льда, ну, так скажем, полоса не прецизионно гладкая, да? Но этот самолет, в принципе, должен быть предназначен для полос, подобные этой. То есть он предназначен для посадки в относительно неподготовленных местах. У нас есть два варианта взлета на этом самолете. Это очень короткий взлет, тогда мы, возможно, не поднимаем хвостовую опору, да? То есть, а взлетаем сразу с трех точек, как она есть, выпустив, закрылки отлипаем, да? И другой, когда мы поднимаем. И с тормозов разгоняем его, поедем потепонечку. Продолжение следует... И убираем закрылки, так, поскольку здесь механическая уборка закрылков, то есть прямо на руке я чувствую, как самолет проседает, и не допускаем сильного проседания. Продолжение следует... Продолжение следует... Вход с Амезоной отвергаем по судебной короткой. самолет очень устойчив для своему прямоугольному крылу и из-за этого несколько осложненного управления то есть для того чтобы раскачать по элеронам я максимально вместе сдачи ноги но при даче элеронов влево у меня ручка упирается в ногу и я толком продавить ее не могу потому как под левой ногой также находится у меня рычаг управления с закрылками и будем заходить вот на посадочку по короткой схеме 27 на прямой короткой схемы с конвиром вот сейчас мы отримировали его самолет идет как бы на парашютирование ну не на парашютирование на очень маленькой скорости потому что особенность данного аэроплана заключается в том чтобы что при нейтраль при малом газе самолет вывести на парашютирование достаточно тяжело так как так как не хватает обдува руля высоты на этой скорости чтобы грубо говоря опустить хвост и вот тут вот подводим все стоит смотреть вторая проблема перфекционизма когда ты сидишь один центровка сильно передняя и нечем создать получается ручка взята полностью на себя но хвост опустить далее невозможно то есть приходится давать короткие импульсы тяги настолько короткие чтобы дать некоторый бросок воздуха от винта на руль высоты чтобы он просадил хвост и лишь потом и лишь под или штук и тут же его сразу убрать потому что если задержать его на мгновение то самолет сразу начнет разгоняться практически самолет летает сам руки вот мою моей на ферме сейчас я управляю только лишь ногами но в принципе этого достаточно да то есть создав создав некоторое скольжение я тем самым создаю крен и инициирую разворот да соответственно чтобы остановить создание правого крена и перейти в левый да я даю левую ногу и через скольжение перевожу в левый крен раз там где-то самолетик на прямой вот 7 2 на третьем на прямой бортом здаю за ним с конвейер чек может быть чтобы попробовать как-то улучшить эту ситуацию а 8 6 на прямой конвейер мы попробуем сейчас посадочку выполнить закрытками в положении 2 то есть тем самым мы тем самым мы 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 это практически сегодня нет условия штилевые гораздо приятнее на данном аэропатике когда есть встречный ветер который который таки да получается у нас который замедляет нашу скорость относительно земли на 2072 на прямой сколь на снижение получается дальнейшая малейшая дача газа самолет разгоняется при этом ручка взята полностью на себя практически мне не удается создать мне не удается создать положение посадочное то есть у меня не хватает эффективности руля высоты для того чтобы опустить но хвост настолько чтобы создать посадочное положение примерно так попробуем сейчас и теперь попробуем взлет с убранными закрылками с поднятием хрустового колеса выбранными закрылками с поднятием хрустового колеса Аху Запад Закрылки в самом в начале подрыва мы выдернем на себя и на закрылках Два продолжим разворот для повторного конвейера Экип с 2 после взлёта по короткой схеме с конвейерами здесь важно не разогнать аэроплан вновь потому что собственно нечем потом будет его останавливать вот уже сейчас я ощущаю что поплавков когда скорость маленькая уже сейчас я ощущаю что в принципе в развороте да тут нам надо пользоваться тем что в развороте у нас иглы атаки больше на прямой скамер и приходится опять покользить и того чтобы хоть как-то затормозить этот самолет тяги на на малом газе достаточно для того чтобы самолет вот у меня ручка полностью на себя а Да, получается тяжело высадить, то есть мне с передней центровкой одному практически это сделать нереально. Опять по коротенькой системе заход, то есть для того, чтобы посадка получилась идеально, необходимо поддать газ ровно настолько, чтобы самолет не уменьшил вертикальную скорость и в то же время не разогнался. Потому что повторный разгон приводит опять к сходу с углов атаки. Примерно так, если мы подгазуем, то мы как-то удерживаем, примерно как-то удерживаем данное положение. То есть все равно касание происходит на основные стойки. И вот опять же повторюсь, разбег даже может быть отчасти удобнее начинать прямо на двух колесах. Сейчас попробуем эту схему. Закрылки убраны, полностью отдаем ручку от себя. Газ взлетный, поднимается хвост, побежали. Как только скорость нам кажется уже достаточная, что лететь, выдергиваем закрылки полностью и полетели. Одновременно на ручке упускаем плавно закрылки и вводим самолет в разворот. Примерно на ручке упускаем плавно закрылки и вводим самолет вверх. Примерно на ручке упускаем плавно закрылки и вводим самолет вверх. Ввод 72, борт на прямой наблюдаю, за ним рассчитываю с конвером. Примерно на ручке упускаем плавно. Примерно на ручке упускаем плавно. Вот разворотик их так хорошо выполняет. Достаточно устойчиво в развороте идет. хорошо никуда не сносит то есть во время виража мы практически остались на том же месте где были если что разогнались немного больше чем больше чем нужно газу я дал себя редко на данном самолете и вообще на третьем короткой схемой бортом вот приходится опять переводить самолет скольжение потому что конечно мы находимся над торцом да то есть на каком-то другом самолете это однозначный уход на второй круг на данном самолете даже при штиле скорость относительно земли маленькая и мы еще используем скольжение чтобы ее погасить и дать ему разогнаться во время снижения тут приходится подкрадываться как если мы на какую-то уж площадку подходили в кустах мы подкрадывались вот так на хитром газочки и вот сейчас опять подадим и надеемся приземлиться в этот момент сейчас мы попробуем посадочку на чистом крыле на просто а даже на закрылках но на основные стойки проехали а Продолжение следует... 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 Продолжение следует...